Приветствуем подписчиков сообщества Мой Компьютер у микрофона Ирбис. Серия роликов про мифы вызвала большой интерес, и мы, как и обещали, сегодня расскажем про мифы о видеокартах. Итак, 12 мифов о видеокартах, про которые уже пора забыть. Первый миф. Чем больше видеопамяти, тем быстрее видеокарта. Казалось бы, это логично. В более мощные видеокарты ставится больше памяти. Таким образом, GTX 1070 с 8 гигабайтами памяти быстрее, чем GTX 1060 с 6 гигабайтами, а GTX 1080 Ti с 11 гигабайтами быстрее, чем GTX 1080 с 8 гигабайтами. Однако, следует понимать, что видеопамять, конечно же, важна, но зачастую различное ПО не использует всю имеющуюся у видеокарты память. Так, в большинстве случаев GTX 1060 с 3 гигабайтами медленнее версии с 6 гигабайтами всего на 5-10%. И разница в основном идет из-за различного числа кудоядер. Но есть производители видеокарт, которые решили воспользоваться этим мифом в свою пользу. Так, например, на рынке можно найти GT740 с 4 гигабайтами GDDR5 памяти. Казалось бы, да, у GTX 780 Ti, у топовой видеокарты того поколения, всего 3 гигабайта памяти. То есть, GT740 получается лучше? Разумеется, нет. На тех настройках графики, где используют столько памяти, эта видеокарта выдает слайд-шоу. Ну, а если снизить уровень графики для повышения играбельности, то окажется, что использована от силы 1-2 гигабайта памяти. Причем такие видеокарты встречаются и в текущих линейках. Так, например, у AMD есть RX 550 с теми же 4 гигабайтами GDDR5. С учетом того, что видеокарта выступает приблизительно на уровне GT1030, очевидно, что использовать столько памяти она сможет в очень немногих задачах. Так что не стоит судить о производительности видеокарты, опираясь только на объем видеопамяти. Миф номер два. Если видеокарте не хватит видеопамяти в игре, то обязательно будут фрезы, вылеты и тому подобное. Опять же, это кажется логичным. Если видеокарте памяти не хватило, взять ее больше неоткуда. Значит, программы корректно работать не смогут. Однако на деле это, разумеется, не так. Любая видеокарта имеет доступ к оперативной памяти, которой обычно куда больше, чем видеопамяти. Конечно, оперативка в разы медленнее, а время доступа к ней больше. Это может вызвать проблемы с плавностью картинки. Но только лишь в том случае, если собственной памяти видеокарте не хватает очень сильно. Например, если у карты 2-3 гигабайта памяти, а игра требует 4-5. Но если не хватает нескольких сотен мегабайт, то обычно это не вызывает проблем. Графические процессоры умеют динамически использовать доступные им ресурсы. И в оперативной памяти они стараются хранить ту информацию, которая нужна редко или не требует мгновенного отклика. Третий миф. От разгона видеокарты сгорают. При этом различные производители продают разогнанные с завода версии видеокарт. Разумеется, при разгоне видеокарта может повредиться. Но только в том случае, если вы измените физические параметры, такие как напряжение. Изменение программных параметров, таких как частоты, никак на железо не влияет. Так что максимум, что вы получите, это вылет видеодрайвера. Или синий экран смерти от выставления слишком высокой частоты. Четвертый миф. SLI или Crossfire увеличивают производительность и объем видеопамяти во столько раз, сколько видеокарт подключено. Насчет производительности. Это скорее не миф, а теоретический результат. К сожалению, на практике, хотя тому же SLI 20 лет, а Nvidia его использует больше 10 лет, в большинстве игр прирост или около нулевой, или вообще отрицательный. Лишь в единичных проектах можно получить прирост хотя бы 20-30% в сравнении с одной видеокартой. Что, конечно же, смешно с учетом двукратного увеличения стоимости и серьезных требований к блоку питания. Что касается вычислительных задач, то тут все немножечко сложнее. К примеру, профессиональный софт вполне может использовать несколько GPU эффективно, но это уже не домашнее применение. Что касается видеопамяти, то тут все просто. При использовании DirectX 11 или ниже, в видеопамять каждого используемого GPU записывается одинаковая информация. То есть у связки видеокарт будет, по сути, тот же объем памяти, что и у одиночной карты. А вот в DirectX 12 есть возможность более эффективно использовать сплит-фрейм рендеринг, когда каждая видеокарта готовит свою часть кадра. В таком случае объемы видеопамяти суммируются, пусть и с оговорками. Миф номер пять. Профессиональные видеокарты лучше игровых. Миф идет от того, что профессиональные видеокарты, такие как NVIDIA Quadro или AMD Fire Pro, стоят обычно сильно дороже пользовательских, игровых видеокарт. Ну а раз дороже, значит лучше. На практике вопрос только в том, в какой области лучше. С физической точки зрения, большая часть профессиональных видеокарт имеют тот же GPU и тот же объем памяти, что и обычные игровые видеокарты. Ну а разница идет только из-за других драйверов, которые больше заточены под профессиональное применение. С учетом того, что эти драйвера под игры никто специально не адаптирует, то профессиональные видеокарты в играх зачастую будут несколько хуже, аналогичных по производительности игровых GPU. С другой стороны, если мы будем сравнивать эти же видеокарты в различных кадах или 3ds Max, перевес будет на стороне профессиональной графики, причем зачастую очень существенный. Так что ответ на миф таков, сравнивать эти видеокарты в лоб не имеет никакого смысла. Они находятся в разных ценовых сегментах и в разных сценариях использования. Шестой миф. Если видеокарта не раскрывается процессором, это плохо. Пожалуй, самый популярный миф, который гласит о том, что если видеокарта не занята на 100%, это плохо. С одной стороны, это кажется логичным. Нагрузка ниже 100% означает, что видеокарта частично простаивает, и вы недополучаете часть производительности. С другой стороны, многие забывают, что нагрузить видеокарту можно практически при любом процессоре. А как так? Очень просто. Каждый процессор в каждой игре может подготовить для видеокарты лишь определенное количество кадров в секунду. И чем процессор мощнее, тем больше кадров он может подготовить. Соответственно, чтобы видеокарта была занята на 100%, она должна иметь возможность отрисовать меньше кадров в секунду, чем может дать ей процессор. Как это сделать? Очень просто. Поднять разрешение, поставить более высокие настройки графики, включить тяжелое сглаживание. И вуаля, GTX 1080 Ti в 5К на ультра настройках графики пыхтит, выдавая 15-20 кадров в секунду, а поставленный ей в пару двухъядерный Intel Pentium едва ли нагружен наполовину. Легко, кстати, можно получить и обратную ситуацию. Взять ту же самую GTX 1080 Ti и запустить на ней игру в HD-разрешении с минимальными настройками графики. И тут даже Core i9-9900K не сможет подготовить для нее столько кадров в секунду, чтобы она была занята на 100%. Так что тут можно сделать два вывода. Во-первых, если видеокарта не догружена не сильно, а игровой FPS вас устраивает, всегда можно еще немного увеличить настройки графики, чтобы получить 100% нагрузку на видеокарту с лучшей картинкой и при той же производительности. Во-вторых, собирайте сбалансированные сборки. Да бы не было такого, что процессор занят на 100%, а FPS в игре 20 кадров. Седьмой миф. Чем уже шина памяти, тем ниже производительность видеокарты. Очень часто на различных форумах можно встретить посты такого плана. Вот 8 лет назад у GTX 480 шина памяти была 384 бита, а сейчас у GTX 1080 всего 256. NVIDIA экономит. Снова кажется, что это логично. Чем шире шина, тем больше данных по ней можно гонять. Но тут следует помнить две вещи. Во-первых, не шиной единой. Частоты памяти с того времени выросли в разы. Во-вторых, производители видеокарт постоянно улучшают алгоритмы передачи данных по шине, что позволяет использовать ее более эффективно. Все это приводит к тому, что ширину шины можно безболезненно урезать. Так, MX150, она же GT1030, имея шину всего в 64 бита, как один канал оперативной памяти, способна при этом выдавать производительность уровня GTX 950M со 128-битной шиной, которая еще пару-тройку лет назад считалась среднеуровневой мобильной игровой видеокартой. Миф номер 8. Если видеокарта не перегревается, то она работает на максимально возможной для нее частоте в рамках ее теплопакета. Увы, аналогия с процессорами тут не работает. Если процессоры действительно удерживают максимальные частоты в рамках TDP, вплоть до температуры, с которой начинается троттлинг из-за перегрева, то видеокарты работают хитрее. Так, у NVIDIA есть технология GPU Boost. Которая, с одной стороны, является аналогом Turbo Boost для процессоров, позволяет поднимать частоту выше базовой, а с другой стороны, имеют больше ограничений. Возьмем для примера GTX 1080 Ti. Она имеет родную частоту в 1480 МГц, а Boost в 1580. Но стоит нагрузить видеокарту, как частота может подскочить до 1800-1850 МГц, то есть выше Boost. Это и есть работа технологии GPU Boost. Дальше интереснее. Критические температуры у видеокарт поколения Pascal составляют порядка 95 градусов. Но уже при 85 можно заметить, что частоты снижаются ближе к уровню Boost. Почему так? Потому что NVIDIA ввела еще одну опорную температуру, которую называют «целевой». При ее достижении видеокарта старается ее не превышать, а для этого сбрасывает частоты. Так что если у вас мощная видеокарта, да еще и с референсным турбинным охлаждением, внимательно следите за температурами, ибо от них в прямом смысле зависит производительность. Миф номер 9. Видеокарты без дополнительного питания хуже аналогов с этим питанием. В продаже можно встретить видеокарты уровня GTX 1050, 1050 Ti и AMD RX 550 без дополнительного питания. То есть, как в старые добрые времена. Достаточно поставить их в слот PCIe, и они готовы к работе. При этом также есть версии 1050 и 1050 Ti с дополнительным питанием 6 пин, из-за чего некоторые пользователи делают вывод. Раз дополнительное питание есть, значит с ним видеокарта будет работать лучше. На деле это не совсем так. Слот PCIe способен дать видеокарте до 75 ватт. И этого вполне хватает, чтобы даже 1050 Ti работало на указанных на официальном сайте NVIDIA частотах. Но если вы нацелены на разгон, да. Тут питания от PCIe в видеокарте может уже не хватать. Так что дополнительные 6 пин от блока питания позволят достичь больших частот. Однако разница в любом случае не превысит 10%. Десятый миф. Не стоит ставить современные PCIe 3.0 видеокарты на старые платы со слотами PCIe 2.0 или 1.0. Все опять же логично. Так пропускная способность PCIe 2.0 x16 вдвое ниже, чем у 3.0 x16. А значит современные видеокарты через более старую шину PCIe будут работать медленнее. Но на деле это опять же не так. Пропускная способность PCIe 3.0 даже для топовых современных видеокарт оказывается избыточной. Тут хорошо видно, что разница между 3.0 и 2.0 составляет всего лишь 1%. То есть погрешность. И даже если спуститься до PCIe 1.1, то есть к материнским платам почти десятилетней давности, падение производительности оказывается всего лишь 6%. Так что вердикт тут прост. Версии PCIe практически не влияют на производительность видеокарты. Соответственно, можно смело в комплект с Xeon с PCIe 2.0 брать GTX 1080. Миф номер 11. Разгон видеопамяти не имеет смысла. Конечно, наибольший прирост дает определенно разгон ядра видеокарты. Тут прирост производительности близок к линейному. То есть увеличили частоту на 10%, получили прирост производительности на 10%. Однако не стоит сбрасывать со счетов видеопамять. Особенно в слабых видеокартах. Зачастую в них ставят те же чипы памяти, что и в более мощные решения. Но при этом сильно снижают частоту. Это дает возможность ее достаточно сильно разогнать. Зачастую на 20-40%, что может прибавить к общей производительности графики еще 10-15%. Для слабых видеокарт это лишним, разумеется, не будет. И наш последний, 12-й миф на сегодня. С выходом каждой новой линейки видеокарт производители урезают производительность старой. Это достаточно популярный миф, основанный обычно на том, что на одних, обычно более старых, версиях драйверов видеокарта работает лучше, чем на других, обычно более новых. Разумеется, никакого реального основания он не имеет. Если бы Nvidia и AMD на самом деле хотели заставить пользователей обновить видеокарты, они бы прекращали их поддержку как производители смартфонов на Android. Через пару лет после выхода. Однако на деле даже решение 600-й линейки от Nvidia, вышедшей более 6 лет назад, до сих пор получают новые драйвера наравне с более новыми видеокартами, причем со всеми программными плюшками типа DirectX 12. Но почему тогда есть разница в производительности между драйверами? Потому что ничто в нашем мире не идеально. И какие-то драйвера, улучшая производительность в новых играх, могут испортить производительность в более старых или привести к различным ошибкам. Обычно через некоторое время выходят исправленные драйвера, и все возвращается на круги своя. А у нас на этом все, друзья. Огромное спасибо вам за просмотр. Если это видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал и обязательно вступайте в паблик «Мой компьютер». Ссылки в описании. Если вы знаете какие-либо еще мифы, делитесь ими в комментариях. Удачи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok